Привет всем! Сейчас у нас будет сборка за 8000 рублей игрового компьютера с Алиэкспресс. И это не кликбейт. Это реально та сумма, которую я потратил, чтобы собрать данный компьютер. Это благотворительная сборка для многодетной семьи, которую я начал собирать еще, можно сказать, в прошлом году. Но если быть точнее, начал закупать детали для этой сборки еще в прошлом году. А в этом вот ее наконец-то собрал. Кто знает, то у меня раньше были более дорогие благотворительные сборки. Я собирал более крутые компьютеры в дар. Сейчас, к сожалению, я этого делать не могу, потому что испытываю определенные финансовые трудности. Вот недавно я упал с мотоцикла в начале лета. Два месяца вообще ходить не мог. Лежал в кровати, до этого болел. То есть я очень долго не работал. У меня из-за этого много другой работы накопилось, которую я должен сделать. И денег на все эти дорогие благотворительные сборки у меня сейчас нет. И то, даже вот эту сборку, скажу вам по секрету, которую можно собрать буквально там за час, я собирал не один день из-за своей спины, потому что испытываю крайние затруднения, чтобы прям вот сесть и разом собрать компьютер. Я вот этот компьютер собирал больше недели. В один день одни там болты покручу, в другой другие там образно и так далее. Все это очень растянулось. Ладно, не будем вас томить, приступаем к сборке. А перед началом просмотра будет небольшая рекламная пауза. Я хочу вам порекомендовать банк Тинькофф. В нем неплохие условия по всем продуктам. Ссылки все будут в описании. Кто заинтересовался, переходите, смотрите. За основу в данной сборке у нас комплект с Алиэкспресс за 2971 рубль. Это плата на X79 чипсете, процессор на 1356 сокете и комплект оперативный памятник, две плашки по 4 гигабайта. Плата у нас тут X79 простенькая такая плата, без должного охлаждения VRM, да и VRM тут слабая. Поддержит она максимум две планки по 16 гигабайт. Это 1356 сокет. В общем, плата довольно-таки такая примитивная, греется, скажем так, не слабо при работе. И что-то более крутое, сильнее вот этого процессора я сюда вставлять не рекомендую. Я думаю, она сгорит к чертям собачим. Сам процессор, это 6-ядерный, 12-поточный E5-2420. У него основная частота базовая это 1.9, но в Turbo Boost, как вы видите по тестам, по всем моим, куда она больше там подлетает. До игрового мы далеко, потому что частоты низкие. Но так как бюджет у нас кредит какой там был ограниченный для данной сборки, то в принципе подойдет, скажем так. Так, кэш тут третьего уровня 15 мегабайт, техпроцесс у данного процессора 32 TDP, у него 95 ватт заявлено. И как бы он сюда более-менее нормально идет к этой плате, но что-то более крутое, опять же повторяю, не вздуманно вставлять от греха подальше. Память тут серверная, какая-то китайская, две планки по 4 гигабайт с частотой 1333. В общем, вот этот комплект я урвал по скидке за 2971 рубля, ребята. Так он стоит гораздо дороже, там где-то на тысячу-полторы тысячи точно. Поэтому в принципе чекайте, если хотите собрать бюджетный компьютер, периодически вот эти комплекты всплывают по акции. Если не такой, то другой. Там много разных вариантов, которые вы можете купить для бюджетной сборки. И эти детали себя оправдывают, исходя из того, что цена тут очень низкая. По поводу видеокарты, ребята. Видеокарту я покупал с авито, с рук. Искал вот прям реально самые дешевые варианты из рабочих, которые только мог взять из более-менее приличных. Взял с доставкой GTX 650 на 1 гигабайт DDR5. Обошла смена в 1100 рублей вместе с доставкой. В чем тут подвох? Подвох тут есть. Карта не совсем исправна, поэтому у нее такая низкая цена. У данной карты есть три выхода под мониторы. Но по факту один из них не работает. То ли он сгорел, то ли замкнуло там что. В общем, не суть. Главное, что сам HDMI выход работает. Если бы все три выхода под мониторы работали, то цена, конечно, была бы другая. В общем, смотрите. У нас получается 4071 рубль. Это процессор, плата, оперативная память, карта. Дальше я взял твердотельный накопитель. Это ADATA ASUS 635SS на 480 гигабайт. Данный накопитель, сразу говорю, новый. Покупал я его в магазине. И у вас, наверное, возникнет вопрос. Почему же сборка тогда на 8000 рублей? Потому что все остальные запчасти, которые тут есть, я не покупал. И деньги на них не тратил. Мне их прислали по бар. Если бы у меня этих деталей не было, и я бы не мог так собрать, то я бы сделал, наверное, немножко по-другому. Я взял бы накопитель попроще на 240 гигабайт. И остальные деньги я потратил на то, чтобы купить 40 кулер, корпус и более-менее нормальный блок питания. И, в принципе, я думаю, я бы уложился. В данном случае вот этот твердотельный накопитель я взял в магазине. Потому что он с таким объемом был самый-самый дешевый. Он стоил дешевле Кинстонов, Крушелов и так далее. Хотя Кинстона я в последнее время вообще к покупке не рассматриваю. Именно из формата 2.5, которые идут у нас. Ихние, вот, к примеру, накопители, которые идут M2 формата, я еще могу взять какие-то определенные. А вот с 2.5 у меня почему-то не особо все сладилось и попадался периодически брак. Поэтому я особо их не люблю брать. По поводу блока питания. Тут у нас блок питания X-Silence. Это 650-ваттный блок питания с названием Performance A3 Series 80+. Заявлено, что данный блок питания может выдавать аж целых 87% КПД. Это круто. В целом, блок питания достаточно интересный, тихий, я бы сказал, при работе. Хотя тут, господи, он 650-ваттный, а сборка вообще ничего не ест. Поэтому, на самом деле, если дать полную нагрузку, я не знаю, насколько он будет тихий или не тихий. Но в данном случае в нашем тихо себя проявлял. И мне понравилось, что у него 12-вольтовая линия и 650-ватт его реально 650-ватт. То есть, ну, блок питания неплохой. По поводу корпуса. Тут будет корпус от Deepcool. Это Makub 110 белого цвета со стеклом. Корпус меньше других Deepcool, которые мне эта компания присылала по Бартеру. Достаточно качественный, крепкий. Металл тут не тонкий. В общем, этот корпус покупки рекомендую. Хотя, если бы я сейчас сам покупал корпус для данной сборки, то я бы никогда не купил бы такой корпус. В плане того, что он стоит, по сути, дороже к оплате процессора и оперативной памяти, которая у нас тут стоит в данной сборке. То есть, понимаете, да, что для таких бюджетных сборок надо брать бюджетные корпуса, а не тратиться на такое. Ну и про охлаждение вообще тут прикол еще тот. Поставил самое простое, что у меня было. Мне тут по Бартеру прислали водяное охлаждение. Там другие кулера более дорогие, более мощные. Вот пришлось ставить Deepcool AS500. Ребята, это пипец какой избыточный кулер именно вот в данном варианте. Он тут такой просто не нужен. Ну и давайте приступим к игровым тестам. Танки. Первая игра на тестах у нас FPS от 40 до 60. Это при разрешении 1920 на 1080. Это у нас при улучшенной графике, то есть HD текстура включенная. Местами графика на средних настройках, местами на высокой. Ну, в общем, от 40 до 60, но в среднем около 50. Нормально, в общем, играть комфортно. В CS GO при разрешении 2500 на 60, на 1440, средняя графика абсолютно, получается у нас в среднем где-то 60 FPS. Ну, играть можно, хотя картинка при данном разрешении не особо плавная, то есть не шутерная. При разрешении 1920 на 1080 мы получаем уже плавную картинку, в отличие от 2560 на 1440 разрешения. Но при этом FPS как-то очень странно прыгает вверх-вниз, то есть от 40-50 кадров до 100 с лишним местами подпрыгивало. То есть FPS прыгает как ему угодно. Далее, ребятки, GTA 5. В общем, в среднем FPS тут в диапазоне от 50 до 60 кадров. Местами больше, местами меньше. В целом играть комфортно. Это у нас разрешение 1920 на 1080. Все у нас настройки тут абсолютно, абсолютно стандартные. Как можете видеть, игра работает стабильно, без каких-либо проблем. Вот такая сборка получилась. По факту реально я на нее потратил 8000 рублей. Надеюсь, она вам эта сборочка понравилась. У меня на канале еще много других сборок реальных. Есть виртуальные подборки для подписчиков. В общем, обязательно смотрим мои другие ролики. И также хочу сказать, что теперь изредка я буду делать розыгрыши среди тех, кто оставляет комментарии. Будут твердотельные копители, корпуса там разыграть, в общем, всякую мелочь. Поэтому пишем, ребята, обязательно комментарии. И будут у нас регулярно, вот так рандомно, среди тех, кто комментирует ролики, разыгрываться призы.